Возложение цветов к стелле героев – стихи и песни о Великой Отечественной войне. Ученики 72-й школы Самары провели торжественную линейку, посвященную 77-й годовщине Победы. У нас в линейке участвуют все, с 1 по 11 класс. Мало того, что на линейку приглашены и два ближайших детских садика, 75-й и 30-й. Они возложили цветы уже к монументу погибшим ветеранам. Они будут смотреть зрителям, будут участвовать. Плюс родителей много, жителей нашего славного 12-го микрорайона. Патриотизм – это не только высокопарные слова. И не столько высокопарные слова, сколько, наверное, реализация вот в таких мелких делах, которые проводят наши школьники в течение всего учебного года. Это и музеи, это и активное участие в российском движении школьников, это и активное участие в движении юнармии. Учащиеся пронесли знамя победы. И почтили павших героев минутой молчания. Для нас это священный праздник, и мы вспоминаем эту историю именно для молодежи. У нас, к сожалению, ветераны уходят каждый год. В силу своего возраста, буквально юные, которые участвовали в партизанских отрядах, были санитарами, были где-то в зенитных полках, которые помогали во время Великой Отечественной войны, даже им уже сейчас далеко за 90 лет. Поэтому для молодежи вот это живые примеры, живая история, которая находится рядом с нами. Как рассказывают сами школьники, память о героях Великой Отечественной войны живет в каждой семье. У меня служил прадедушка, он воевал. К сожалению, он погиб. Поэтому этот праздник для меня очень много значит. Мы всей семьей всегда вспоминаем его. И я думаю, наверное, для каждого гражданина нашей страны это очень значимый день. Школьники принесли с собой портреты дедов и прадедов, чтобы сразу после линейки провести шествие бессмертного полка. Между тем, скоро здесь будет открыт мурал в память о выпускнике школы, полковнике Вооруженных сил Российской Федерации Руслане Рудневе, погибшем при выполнении служебного гражданского долга. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.